В Советский Союз приехала делегация мастеров французского кино. Лауреат Ленинской премии кинорежиссер Григорий Чухрай представил собравшимся гостей. Среди них популярные актеры Жан Морре, Одиль Версуа. В 60-е годы в СССР стали модными иностранные фильмы, пластинки, книги. Переделкина смотрела, слушала, читала. 40-30 лет назад, когда не было той яркой и насыщенной жизни, которая пришла к нам теперь, двое людей, живших здесь, в Переделкино, и совершенно не связанных друг с другом, составляли как бы центр здешней переделкинской жизни и жизни в Москве. О Лиле Брик мы знаем почти все, о Викторе Луи почти ничего. Лиле Брик открыла неведомый тогда мир за границей для шестидесятников. Виктор Луи – ее смысл. Лиле Юрьевна Брик была человеком европейского склада, европейской культуры. Она с ранних лет выезжала на Запад, часто гостила в Париже у сестры, известной французской писательнице Эльза Триоле. На шее – всю жизнь. На шнурке – кольца, которые подарил ей Владимир Маяковский. На внутренней стороне кольца три буквы – Л, Ю, Б. И если читать по кругу, получится – люблю, люблю, люблю. В эту легендарную женщину были влюблены многие. Богачи начала века были готовы выложить миллион за час наедине с ней. Один блистательный офицер застрелился, получив отказ в поцелую. Федор Шаляпин лично приглашал ее на свои концерты. Сталин собственноручно вычеркнул ее из списков на арест. Не будем трогать жену Маяковского. Жизнь в доме велась необыкновенная, подхваченная позже в 60-е Ахмадулина и Вознесенским. Приходило много талантливых молодых поэтов, писателей, художников. Вставали поздно, необычно одевались, вкусно ели и много спорили. Обстановка была предельно простой. Занавеси были сделаны из лоскутов Василием Катаняном-младшим, а самодельный шкаф украшала ткань, расписанная художником Фернаном Лежея, подаленная Лили Брик. Главным увлечением был маджонг. По легенде, именно Лили Брик сделала его необыкновенно популярным в писательском мире. «Играем в ма», говорили так, и открывали старинный маджонг, когда-то в 20-е годы, присланный из Америки, из-за 10 ссылковых, выкупленный Владимиром Маяковским на московской таможне. Я прекрасно помню этот маджонг. Я его после такой взрослый поиграю, рассматривала и гладила эти бархатные, такие футляры темно-бордового бархата, в котором лежали и слоновые кости камни, на которых было что-то написано, я потом только узнала, что это китайские иероглифы, там были нарисованы роскошные птицы. И все это отдавало такой тайной, таким чудом. Я все ужасно боялась, что я никогда так и не смогу постигнуть, в чем же смысл этой жуткой игры. Из своей детской комнаты я время от времени слышала какие-то странные слова. Два знака, дракон. И совершенно не понимала, чем они там занимаются, но меня это завораживало безумно. Потом уже я поняла, что в маджонг играют почти во всех соседних домах. Маджонг – игра древняя, философская, загадочная. Азартная настолько, что игроки зачастую сутками не могут встать из-за стола. Играют на деньги, пытаясь разгадать тайны китайской мудрости. Лили Брик играла в маджонг очень хорошо. На этом портрете Штердберга Лили Брик 44 года. А на этом портрете Тышлера 57. А в Переделкино ее запомнили вот такой, совершенно другой. Здесь ей уже 75. Все было нарисовано. Длинная рыжая коса, которую она перекидывала через левое плечо, была искусственной. Но она удивительным образом создала себя в старости. Она совершенно не походила на сумасшедшую старуху, которая, впадая в детство, разрисовывает себя. Руки дрожали, поэтому, когда она раскрашивала лицо, линии сползали. На туалетном столике рядом всегда лежали любимые предметы. Маленький черный очешник, любимая брошка, сумочка, которую она часто брала с собой на прогулки. И смешная рыжая лягушка с гранатовыми глазами всегда была у нее в спальне. По утрам, в зависимости от своего настроения, она придавала ей совершенно разные позы. Она куталась в шаль, которую ей когда-то подарил французский балетмейстер Лалан Пети. И выходила к вам, и вы понимали, что перед вами совершенно необыкновенная, значительная женщина. И Лилия Юрьевна Брик произвела такое неизгладимое впечатление на меня в детстве, хотя бы свою внешнюю виду. Она была очень хорошая пожилая дама. В то же время ходила в таких обтягивающих, как сейчас помню, зеленого цвета ритутики, в какой-то яркой махеровой кофте с большим кулоном. Распущены такие золотистые волосы были, макияж, такая колкая, извитная, остроязычная дама. Я помню ее глаза, я помню вот такое какое-то магическое лицо. У нее была какая-то магия, ну, очевидно, но у нее была очень, как сейчас принято говорить, тогда не было такого термина, у нее была очень сильная энергетика какая-то. Она была властная. И я вот когда сейчас, допустим, читаю какую-то переписку с Маяковским, что вот эта женщина, которая управляла, управляла абсолютно, была властителем вот этих вот мужиков абсолютно, вот когда, вот помни ее, я абсолютно понимаю, что это могло быть, да, у нее была какая-то невероятная сила притяжения. Вот хотя я помню ее молчащей. Мне она преподала однажды совершенно замечательный урок. Я помню, что я неслась по нашей улице Павленко, которая идет резко сверху вниз. Меня кто-то из моих старших сверстников жутко обидел. А произошло это где-то в районе дома Чуковских, эта обида. И я, значит, от Чуковских до Пастернаков внеслась со страшным ревом, с безумным ревом на огромной скорости. И, естественно, в таком состоянии ничего не замечала вокруг. И врезалась на бегу буквально в Лириюйну, которая так взяла меня за подбородок и сказала, ты можешь себе представить, какую радость ты сейчас доставляешь своим врагам? Вот ты орешь на все переделки, так что стекла во всех домах отражат, а ведь они счастливы. Зачем же ты им так помогаешь? Значит, запомни, что никогда и ни при каких обстоятельствах в присутствии того, кто тебя обидел или твоего недоброжелателя, ни одной слезинки гордо нос наверх и прошла мимо. Часто на дачу приезжали гости. Все вместе большой компанией ходили гулять по Переделкино. Первой была дача Пастернаков. Они были соседями с Лили Брик. Пастернак любил свой огород. Он окучивал картошку, удобрял капусту. Лили Юрьевна могла простить Пастернаку его фразу о том, что Маяковского насаждали будто картошку при Екатерине. Как-то она, проходя мимо, видела, что он что-то возится на огороде. Она его спросила, Боря, что ты там делаешь? Он говорит, а кучу картошку? Он говорит, интересно, что бы мы с тобой ели, если бы Екатерина в свое время не насаждала бы картошку в России? Но на самом деле, когда началась травма Пастернака в связи с Нобелевской премией, Лили Юрьевна связалась с ним тут же, чтобы оказать ему моральную поддержку. Ведь в молодые годы они были все друзья. Одна компания их объединяла любовь к поэзии, любовь к Маяковскому. Переделкинский дом Брик очень скоро превратился в то, что принято называть салоном. Он был открыт для очень многих. Она была безумно жадная до талантов. Причем разница в возрасте не имела никакого значения. Эффектную старую даму всегда окружали подающие надежды молодые люди. Это были актеры, художники, поэты, писатели. Андрей Вознесенский всегда ей первый читал свои стихи. В доме жили строго по расписанию. Приходили только по звонку, заранее договорившись о встрече. К этим церемониям добавлялся романтический дух заграничной жизни, который перетекал сюда через ее сестру, писательницу Эльзу Триоле, и ее мужа, знаменитого французского поэта Луи Арагона. Они всегда присылали с Аказией Лили подарки из Парижа, духи, книги, журналы мод. И вместе с этим, кипение идей Сартра, Камю, Франсуаза Саган, Лили Брик была дружна с Ивсен Лораном и Фернаном Леже. И именно через ее дом распространилось представление, что гений парадоксален, непредсказуем, и если угодно, не брит и не стрижен, и душа его метущаяся. В ее мыслях и фразах было ничуть не меньше Елисейских полей, нежели черного картофельного поля через дорогу от их дачи. Народу ходила тьма. Но как-то она без этого жить уже не могла. Она любила это общение. Она очень всегда любопытствовала. Она была всегда тем, кого она любила, была рада им. Но никаких особых разносолов никогда не делалось. Дом был очень в этом отношении демократичный. Вот то, что было дома, то, что ужинала бы семья, то ели и гости. Но она всегда очень точно помнила, кто что любит. Например, был такой французский продюсер Сорья. Он любил вареную колбасу нашу. И когда Сорья приезжал, то Лилию Юрьеву всегда заказывала, чтобы из города привезли докторскую колбасу, потому что Сорья ее любит. Имела влияние, как и всякая легендарная личность. Мужчины никогда не могли отказать ей из почтения, от очарования. Выполнить просьбу Лилии Брик считалась почетным во все времена и при любом правителе. Ничего за ней не было, кроме личностной силы и магии биографии. Где-то она была в театре. Она сказала, я сегодня в театре улыбнулась. Боюсь соврать, но кому-то вот из генералов. Улыбнулась только потому, что подумала, вдруг он поможет освободить Сережу Параджанову. И я видел, как Магул Мегеле хочет зарезать себя кинжалом, потому что любимый не вернулся на свадьбу. Я вижу, как там и Саша Кириб. И все это я хотел передать детям всего мира, для того, чтобы они поняли подвиги во имя любви. Эти последние годы она необыкновенно переживала, что он сидит в тюрьме. Она заставила тогда Арагона приехать сюда, в Москву, чтобы принять орден. Ему был присужден орден Дружбы народов. Он должен был его получить из рук Брежнева. Он не хотел ехать сюда, потому что после Чехословакии, после процесса с Синявским и Даниэлем, он сюда не приезжал. И она его уговорила, умолила приехать. И он действительно приехал. И после его разговора, даже не с самим Брежневым, а с помощником Брежнева, Сергея через 10 дней выпустили из лагеря. Так что эта старая женщина, ей было тогда 85-86, она сумела его фактически спасти. Когда не выпускали, когда сажали, ну что это? Она очень отрицательно ко всему этому относилась, ненавидела госбезопасность. И, в общем, в какой-то степени боялась их, потому что боялась и при этом жила все-таки не по советским меркам. Она себе позволяла, и видно, как-то они уже махнули на это рукой принимать иностранцев. Все боялись всегда этого, а она этого не боялась. Ну, конечно, за ее спиной стоял Арагон. Это, конечно, была какая-то защита. Лили Брик прожила очень долгую жизнь, 87 лет. Удивительно соединив с собой старую жизнь, Серебряный век, Маяковского, Футуристов, Пастернака, Шестидесятников. Лили Брик покончила жизнь самоубийством в Переделкино 4 августа 1978 года. Началось все со случайности. Упала, сломала ногу. Спросила напрямику врача, соседа, «А я смогу себя обслуживать?» Он сказал «Нет». Она поняла, что не сможет быть самостоятельной. Уже перед самым концом она сказала мужу, «Ты подумай, я сегодня в первый раз не посмотрелась в зеркало». Лили Брик приняла смертельную дозу снотворного днем. В предсмертной записке она попросила развеять ее прах по ветру. Это было выполнено. Нашли очень красивое место под Звенигородом, широкое поле. Много позже ее поклонники поставили на этом поле гранитный камень, на котором выбиты были все те же три буквы Л, Ю, Б. Лиля Юрьевна Брик. Она как-то болела. Я сидела рядом с ней, мы болтали. И был свежий какой-то французский журнал. Я его листала, и там была анкета. Ответив на эти вопросы, мы скажем, значит, какой у вас характер. Ну, мы стали с ней заполнять вот эту анкету, просто так развлекались. И там был вопрос, счастливой ли жизнь вы прожили. Я сказала, ну, конечно, да. Сказала я, считая, что... Ну, женщина, которая знает весь мир, которая имеет огромное количество почитателей, которую любила один из крупнейших поэтов 20 века. Ну, как несчастливая? Она сказала, ну, что вы, Инна, у меня трагическая жизнь. Я похоронила всех, кого я любила. Маяковского, Брика, Примакова. Она говорит, какая же это счастливая жизнь. Здесь, в Переделке, мы все знали имя этого человека. Здесь, так же, как и в Москве, все слушали радио Свободы «Голос Америки». И не проходило недели, чтобы диктор не передавал по утверждениям нашего московского корреспондента Виктора Луи. А дальше обязательно следовала сенсация. Случайная разгерметизация спускаемого аппарата стала причиной гибели космонавтов за полчаса до приземления. Не было какого-то одного Виктора Луи. Кстати, скажу сразу, что, ну, как по паспорту он Виталий Евгеньевич Луи. Вот его полное имя, отчество и фамилия. Но все как-то его всегда звали Виктором. Я имя Виктора Луи слышала с детства. И, знаешь, так бывает, что есть некое имя, произносить которое не то, что непристойно, но вот ты произнес и немедленно будет возместить. Вот это имя было таково. Вот кто-то при мне произносил это имя, и после этого воцарялась гробовая тишина. Я не помню ни одного человека из тех, кто бывал в нашем доме, который бы рассказывал о Викторе Луи или ходил бы от него к нам или от нас к нему. Но время от времени это имя просто проскальзывало и потом воцарялась тишина. И я стала спрашивать у взрослых, а кто такой Виктор Луи? И всегда как-то мне говорили, знаешь, тебе лучше об этом не знать ничего. Никогда не слышала ничего дурного, никогда не слышала никаких проклятий о нафиге в адрес Виктора Луи. Но идея такая была, что вот есть некий человек, да, он живет здесь недалеко от нас, но он вот нечто такое сделал, что лучше бы нам здесь, в этих стенах его имени не упоминать. Вот на этой фотографии он как живой. Это же доброе выражение глаз, золотая улыбка. И вся его доброта, все его выражение, все его обаяние необыкновенное, что бывает очень редко у людей. У него была маска. Он всегда был в маске. Он был милый. Хотя где-то я его видела в какой-то ситуации, когда да, я его видела на похоронах Пастернака. Я была в отдалении, совсем в отдалении, а он еще в большем отдалении. И один. И я поймала его взгляд не на себе, а вообще вот на том, что происходило. У него было очень неприятное выражение лица. Да, пожалуй, это было выражение лица плохого человека. Внешне среднего роста, немножко сутулый, с характерной походкой у него была такая, ну, сказать, шаркающая, повторить, Булгакова. Да, действительно, мелкими шагами он ходил, чуть-чуть, так сказать, подшаркивая. Лицо, круглое лицо, должен сказать, что вот чистое такое лицо, иногда даже с таким, ну, что ли, юношеским румянцем. вот, серо-голубые глаза, пристальные, пристальный взгляд, очки в золоченой оправе, по-моему, такую оправу потом носил генеральный секретарь Брежнев. Я не знаю, кто у кого подзаимствовал, но первым, у кого я увидел такое оправу, был Виктор. У нас всех были тогда эти, всякие пластмассовые, такие громоздкие очки. Я вам должен сказать, он был, вообще не мог быть очень прост, поскольку он прошел лагерь, вы знаете, люди там обламываются и каким-то образом понимают, начинают понимать друг друга. и поэтому он мог быть простым и доступным и казаться простым. На самом деле это был человек достаточно прагматичный, я бы сказал, относился избирательно к людям в том смысле, что видимо жизнь его научила не открываться и не откровенничать с людьми, которых он мало знал. А тех, кого он знал, он опять-таки подвергал, можно сказать, долголетней проверке. Виктор Луи был сыном известного московского адвоката. Сразу после войны, когда Виктору еще не было и двадцати, он начал работать курьером в московском посольстве Новой Зеландии. Затем в посольстве Бразилии делал вырезки из советских газет. Потом был арестован, провел в тюрьме в одиночке год и семь месяцев и около восьми лет в лагере. Вернувшись, женился на англичанке. У них было трое детей Николас, Майкл и Энтони. В Москве их звали Николай, Миша и Антон. Его вдова Дженнифер и сыновья до сих пор живут в Переделкино. А приехали они туда в шестидесятые. Он купил дачу у какого-то генерала или вдовы генерала. Я это не знаю. Это был довольно неказистый такой кубообразный двухэтажный дом, который Виталий Евгеньевич потом постоянно перестраивал, пока он не превратился в трехэтажный с двумя боковыми как бы пределами. По тем временам ну огромный дом. Вообще дом был уникальный и собственно он пока еще и есть. Но он не является уже таким необычным по нынешним временам. Самое ну во-первых чем уникальность его заключалась в следующем ну как же начать-то с чего. Пожалуй все-таки в том что это был альянс вот нашего русского человека и англичанки во дворе этого дома был единственный по-моему в Москве а может быть даже и в России английский газон. Женнифер она за этим следила очень тщательно украшали этот газон скульптурной композиции. В прихожей со стеклянной дверью стоял медведь чучело медведя. Я познакомился с Виктором Луи в Москве в конце 50-х он работал переводчиком в американской радиокомпании работал он очень много очень быстро и хорошо он был очень худой очень закрытый и очень нервный на даче у него я оказался немного позднее это было уже в 80-х годах я приехал на эту дачу и был совершенно потрясен ее размерами и роскошью там был и бассейн и теннисный корт и много машин и антикварные вещи я в шутку сказал что я наверное попрошу о гражданстве в СССР чтобы вот так же хорошо жить были пустые полки и колбаса за 2.20 да и водка за 2.28 или сколько там а у него был полный бар любые напитки джин виски водки всякие так сказать и прочая экзотика вина любые там французские итальянские и тому подобное то есть ну полный набор такого преуспевающего западного дома все кто б не приходили чтобы их по-русски не усадили за стол не накормили а то еще и с собой могли что-то положить сумку тайком гости переделкинской дачи поражались разным коллекциям на даче у Виктора Луи в том числе и автомобильной коллекции в гараже стояло около 10 автомобилей среди которых был первый в СССР Порше с 6-цилиндровым двигателем привезенный прямо из Лондона Виктор Виктор занимался он любил то есть увлекался старыми машинами так сказать автомобилями я не могу сказать какие точно марки машин там у него стояли в гараже но знаю точно что был какой-то старинный BMW которым все восхищались этот гараж был очень красиво так сказать разрисован снаружи украшен наличниками и оконными рамами так сказать которые Виктор собирал а когда ворота распахивались там то что опять-таки в те годы казалось чем-то необычным пол был ну не белоснежный но чистый блестящий выложенный крупной плиткой то о чем наши автомобилисты вообще даже в то время мечтать не могли во-первых ни у кого и гаражей это вообще не было толком а здесь было все так на уровне автосалона около нашего храма я вдруг увидел роскошное бентли что по тем временам было ну удивительно видеть вот в нашем переделательском пейзаже роскошный английский автомобиль который подкатил шуршашинами к храму и оттуда вышел достаточно высокий такой плотный господин лениво так захлопнул дверь подошедший храм поклонился иконе перекрестился и шел молиться то есть ну вот такое зрелище было несколько странным в начале семидесятых когда один человек вот просто на машине едет в храм в шестидесятые и семидесятые годы Виктор Луи устраивал у себя на даче в переделке на приемы среди гостей всегда было много иностранных журналистов дипломатов московских знаменитостей Вы понимаете что вот чем интересен был Виктор он был вот в пору своего расцвета где-то в семидесятые к концу семидесятых годов его дом стал таким местом притяжения для политической и культурной элиты московской ну очень ограниченного круга лиц политической потому что он занимался политикой как вы знаете журналистикой представляя там разные английские издания в разное время и поэтому был связан с иностранными журналистами корреспондентами культурными в Москве так что так или иначе они с ним общались отбор был очень серьезный отбор был попы принципом который он сам определял или он или его жена вот случайных людей так сказать у него там практически не было он устраивал коктейли куда попасть было весьма престижно скажем так мы никогда не говорили о политике в основном о машинах это была его любимая тема говорили о жизни за границей но мне например никогда не удавалось узнать откуда у него такая шикарная жизнь он производил впечатление мог быть очень обаятельным гостеприимным в то же время неуверенным что-то мог скрывать я ни разу не встречал в СССР таких богатых людей не знаю Луи Луи был притягателен для многих потому что все что он делал было немыслимо невообразимо невероятно именно Луи сообщил в 64 году мировой общественности о снятии Хрущева первым когда этого не знал никто именно Луи вывез на запад мемуары Хрущева а как я себя чувствую дай бог вам так он мне сам сказал я сделаю все чтобы вывести рукопись Хрущева так как если бы не он мы бы с тобой там в лагерях и остались сколько бы у него не было ошибок это говорит все ерунда он дал нам свободу и в благодарность я сделаю все чтобы вывести эти рукописи он сказал а как иначе может быть благодарным о чем ты говоришь чтобы с тобой было и со мной многое из того о чем писал Виктор Луи тогда воспринималось крайне неоднозначно да и до сих пор считается что Виктор Луи сфальсифицировал мемуары Светланы Аллилуевой хотя есть и другая точка зрения на этот счет что он не выполнял никакого задания что не имел никакого двойного умысла а просто погнался за журналистской сенсацией и он собрал такую вот коллекцию интимных подчас любительских и тому подобное фотографий семейных повторяю где был изображен и Сталин и сама Светлана в детстве ну чисто семейный семейного плана фотографии я не знаю насколько сколько это помогло отвлечь внимание от книги но скандал был такие ну в смысле на западе и Светлана была очень возмущена и он передал это на запад и этот вот альбом как бы фотографии вот таких он вышел раньше чем книга Сталина книга Светланы Сталина то есть вот немножко как бы снял такой вот фурор что ли вокруг этой книги в 69 году Виктор Луи вывез из СССР рукопись Солженицына раковый корпус из книги Солженицына бодался теленок с дубом текст телеграммы Александру Твардовскому из редакции журнала Грани комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на запад еще один экземпляр ракового корпуса чтобы этим заблокировать его публикацию в новом мире поясним в прежние времена рукопись появившаяся на западе раньше чем в СССР закрывала вопрос о ее полной публикации в советских изданиях а Луи заговорили еще громче после его акции с академиком Сахаровым сосланным в город Горький Сахаров действительно был в больнице это правда но одним словом через ну сегодня сказали бы скрытой камерой или как-то еще но были сделаны съемки Сахарова именно это был период когда весь мир полагал что Сахаров голодает в знак протеста и находится чуть-чуть в довольно тяжелом состоянии так вот Виктор переправил ему туда ему передали западные журналы газеты самые свежие и короче говоря появились фотографии даже телевизионные какие-то кадры явно скрытой камерой где сидит Сахаров за столом и что-то ест из тарелки были такие вот съемки а потом сидит и с удовольствием читает газету и там ясно виден заголовок и число вот это главное число число совпадает разумеется с тем периодом когда по сообщениям всех западных средств массовой информации Сахаров находится можно сказать на пике голодовки в 1969 году резко обострились отношения между СССР и Китаем руководство СССР панически боялось крупномасштабных столкновений на границе и именно устами Луи было сделано фактическое предупреждение Пекину если столкновения возникнут СССР будет готова воспользоваться ядерным оружием ни руководство ЦК КПСС ствердившая миролюбивой политики СССР ни министры на сторонах Андрея Громыка не могли сделать такого заявления это смог Виктор Луи и тогда в мире многим стало понятно что если Луи говорит значит это очень серьезно Луи встречался с сыном Чан Кайши летал в Чили к Луису Кроволану сидевшему тогда в тюрьме встречался с президентом Тайваня и делал еще многое другое чего мы до сих пор не знаем Он был очень симпатичный он был обаятельный и это конечно ну это такое было профессиональное обаяние в это время во время Хрущевской оттепели собственно говоря произошла такая либерализация но система в общем-то осталась она просто стала с более человеческим лицом убрали уж особенно таких дубоватых КГБшников на их место ну КГБшниками я так сказать называю эти тайные органы вообще вот на их месте появились более цивилизованные люди более образованные вот он конечно был абсолютным выкормышем этой организации и за писателями он безусловно следил наблюдал следил за тем чтобы какие-то там появлялись за границей рукописи многие писатели на это просто шли им очень хотелось такой мировой славы ну знаете молодежь вот в общем вот такой был человек в наш дом он не был вхож абсолютно веке веке никогда не был кадровым сотрудником имевшим скажем звание какое-то определенное в КГБ но тем не менее государство ну вот в лице того же КГБ но в любом случае это же через государство через делалось имеет государственную награду причем такую для вот человека не имеющего погоны на плечах достаточно редкую орден Красной звезды то есть вполне боевой это боевой орден вот он имеет я лично видел этот орден он мне его показывал безусловно авантюрист в том числе и в каком-то очень хорошем значении этого слова бесстрашный отважный готовый пуститься в любые приключения в какой-то степени любая авантюра она и есть приключения я бы назвал его не авантюристом а игроком я бы его назвал потому что авантюрист несет с собой нечто отрицательное игрок нет для новых переделкинских писателей для тех кого позднее назовут шестидесятниками побывать в доме у Виктора Луи и познакомиться с ним было очень лестно образ жизни недоступный большинству орел великой тайны все это привлекало и будоражило их воображение загадочная темнота его личность может быть с ним были хорошие какие-то чувства но это уже известно кому-то другому я об этом ничего не знаю мы не совпадали ни в каких окровенностях просто понимаешь что он жил так и не запомнился я знаю кто бывал бывали писатели бывали и поэты и Вознесенский бывал и многие многие я не понимаю почему если теперь они не хотят сказать что они с ним дружили это их дело это дело их совести может они боятся чего-то а потом Витя не любил никогда когда все делают черным или все возвеличивают он всегда над этим смеялся в каждом человеке есть две страды Переделкина как волшебный ларец просто закрыть его и уехать очень трудно мы вернемся еще раз сюда чтобы рассказать о шестидесятниках в кем-то Субтитры создавал DimaTorzok